так друзья джон здравствуйте сегодня у нас совсем другое приготовление свиной шейка когда я готовил в этом было у нас что было там ребри да мне было вопросов много в комментариях что где я купил это я купил здесь это фирма баррелё но баррета это имя мангала барреля фирма баррелё через интернет можете заказать я смотрел везде там полно в интернете если вам нужен он стоит там есть разные модели это там есть еще даже можно готовить через газовый баллончик с газом как очень люблю на угля я взял чтобы на угля готов это у меня стоит 370 евро а там на газовый там был поменьше но есть короче разные модели можете смотреть фирма баррелё борета и вы увидите что кому что нравится я не рекламирую это меня не подарок просто есть были много вопрос и спрашивали где купил я вам отвечаю так у меня свиньо шейка сейчас будем ходил хороший маринадчик это меня совсем другие приготовления сегодня так друзья немножко черный перец измельчаем но можно немножко оставлять покрупнее подсолим так соли не боимся до соли вот сюда прямо перемешаем все вместе соль красный молотый перец полумолотый у меня всегда полумолотый перец я люблю больше и черный перец да тоже он не очень молотый полумолотый потому что в мясо даст хороший вкус немножко у меня бурдюр получилось да видите да красный молотый перец черный перец полумолотый там чтобы в камушке осталось и соль и крупный соль вот это сюда важно и вот так помажем не бойтесь соленой не будет никогда не будет соленой потому что это другое приготовление сегодня у нас хорошо другой кусочек у меня куски очень хорошие отличные куски сейчас я вам покажу дальше пока маринуем мясо сначала время есть некуда торопиться вот и хорошо да так друзья вот эта бумага вам знаком да когда виду в духовке готовится тортик или что нибудь через эту лучше это тоже самое можно в нем заворачивать мясо вот так вообще поставить сюда что добавляем два листика 3 лавровый лист а друзья да тут у меня масло масло тут обычный ну просто готов уже с петрушки с чесноком я так и покупаю магазины ну можете весь самый готовить так тут петрушка чеснок и масло все это представляться какой вкус будет да в печке ну это пока сначала сейчас сделаем первый кусок потом ну вам понятно будет и второй тоже самое будет да и оставляем где-то часа два мариноваться закрытым вот так чтобы сок не вышел с него да конечно конечно этот крошечка красавчик мы еще будем заматывать фаугу да друзья дам вот это у нас должно быть всегда верхний час да еще один да когда мне это отправляем в печку в мангар до переворачивать не будем он будет стоять снизу когда открывать будем знаем что он мне отсюда должны все друзья то же самое будем повторять с вторым куском друзья дам я уже мангал приготовил у меня прошел где-то больше 22 часов но каждый раз когда маринуете мясо хотя бы два-три часа минимум держался в маринад а так если в сутки нет проблем даже хорошо так значит это готовится в магазинка к нашему мясу увидите что будем готовить конечно зря я так друзья посмотрите все через несколько минут я мясо уже отправлю в мангар ну покажу как хорошо наберем нужную температуру и мясо в духовку затем у меня уже я набрал нужную температуру у меня пока 140 я мясо отправлю сюда сбоку будем вставлять не на на а сбоку на огне потом это будет в конце видео не в конце а когда мясо будет готов сейчас мы не будем подождать полтора часа ровно полтора часа будет так тушится фолге и бумаги хорошо подождем повторюсь так друзья джан пока уже надо приготовить начинку пускай вот это больше надо чтобы держался и вот это все друзья джан у меня овощи уже 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 готовить перец лучок помидоры запеченние уже все классно мясо скоро достанем уже не достанем мы будем открывать так сейчас я буду почистить это все я вам покажу какое я сам начинка это как соус будет какой вкусный соус у нас будет 6 даже можно минут 5 закроем чтобы быстрее почистить потеет и все легко снимать минут пять подождем и буду чистить сейчас уже буду поджарить шампиньоны отдельно с чесноком вот у меня грамм делайте на расчет я делаю так чтобы закончилось чтобы не осталось это чесночок с шампиньоном буду жарить вместе так хорошо подробно все покажу друзья джан тут я масло приготовлю еще надо растительное масло добавить сюда вот класс будет сюда двигать и он пойдет на свое место хорошо вкус нагревается грузовям у водишки нужен немножко ничего пойдет я обязательно буду чистить это вот так так он легко снимается уже так теперь немножко масла чтобы поджарить шампиньоны друзья нагревается запеченный лучок сюда в блендер кстати очень хорошо есть запеченный лучок так прямо для желудка это хорошее лекарство о горяченький и паприки друзья сюда поджарим шампиньоны шампиньон с чесноком да классно как мне нравится работа с таким мангалом можно все делать сразу все жарится а я пойду прокручивать этот ну не будем делать слишком мелкие чтобы немножко камушки остались шампиньоны жарят одружая хорошо путь поджарить и второй запах запах слова нету про запаха хорошо закроем еще минут три четыре все теперь приготовим у меня кусочек сливочное масло с чесноком с петрушкой и немножко растительное масло добавляем и это все сейчас чем приняли с ними это все нагревать будем сюда это будет соус такой великолепный соус кстати мясу время есть у нас мне надо сначала приготовить весь соус а потом займемся с мясом для мяса время есть это готов теперь это будем снимать так чтобы получить вкусный соус у меня песто вот песто песто тут написано песто олив это оливка и помидоры и там есть может другие ингредиенты не знаю ну я покупал песто песто в магазине вы знаете везде она продается без проблем достатка стопш это делаем для того чтобы у нас получил очень вкусный хороший соус да да мы добавляем друзья джан вот весь запеченные овощи еще сюда добавлять будем жареные шампиньоны друзья но вот так чесноком сейчас еще соли добавим обязательно сюда теперь достаем мясо сюда мясо еще будем жарить да еще будем жарить вот такая вкуснятый она где хорошо теперь мяско будет еще жарится вот так вкуснятый на не поверите вам надо обязательно купить такой мангал и пробовать вот этот шедевр вот друзья джан у нас соус готов теперь соус в сторону пусть холодненький даже станет ничего страшно теперь видите помните дерево вот я что сказал теперь это все сюда все закрываем все тут вот с одной стороне оставляем немножко девушки и пускай у нас мясо будет горячий копченый и такой фу вкусно будет так и все подождем теперь друзья джан теперь я лаваш делаю пополам да ровно пополам сделаем потому что у нас будет хорошая штука сегодня вот чтобы хорошо это в сторону открою булочки у меня разные хлебушки я сегодня да надо было взять другой нож да ну ничего страшно пойдет это я все приготовлю вам покажу по одной что у меня получилось остальное потом я сделаю ну хорошо все это готово как сочность какая красота все задвигаем огня нету сильные минут 15 еще отлично 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 огню так друзья джан приготовьте свежей зелень до свежезелень любой что у вас есть что по вкусу давайте они у меня тут петрушка укроп и все больше ничего хорошо это вес соус да и перемешиваем чуть-чуть хорошо хорошо отлично как красиво получилось какая красота видите румяне цвет ровно везде все везде один цвет да да друзья джан видите как сочно классно отлично получилось главное что не серое главное что сочные вопросов нет да по кускам сюда я люблю больше места еще сюда поможем соусом соусом друзья джан вот так сделаем второе тоже хорошо еще поможем соус да друзья джан хорошо мясо сюда хорошо и тоже сюда и так и так дальше да классно один круг сюда класс 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 ребята вкус такой я я не я я не могу объяснить горячий копченый еще это вообще другое но теперь достаем наши красавчики видите какой какой штука получилась хрустящий на эту надо на ту сторону еще раз и все да а если вам хотите добавить салат куда можете и салат добавить к нему и там свежие помидоры салат что вам нравится ну если такой мангал у вас конечно но я вам советую чтобы купить такой мангал именно такой очень вкусно в нем получается и копченый но конечно копченый а потом буду делать еще такой хороший кусок мяса туда такой класс и вот сюда еще а это надо доставать а это надо доставать так я каждому по одной сделал да у нас сегодня гости и дети короче и все давайте значит что я уже закончила оставлю я буду продолжать потом я отрежу один кусок как хрустить да как хрустящий да да все классно получилось отлично соусом вместе вопросов нету отлично получилось дорогими мои друзья джон спасибо вам спасибо за просмотр моего видеоролика дай бог чтобы вы готовили со мной и вам понравилось тоже вам обязательно понравится приготовьте как-нибудь приготовьте ставьте лайки нажмите на колокольчик все здоров мир всегда вам до свидания до следующего видеоролика счастливого вам и спасибо за все все комментарии спасибо за просмотр